доброго времени суток друзья с вами снова я иван сусанин и мы продолжаем с вами игру stalker онлайн я не зря стою возле этого следователя я решил что сегодня я буду собирать камни то есть выполню это задание самое я но я вот так вот думаю что наверное несмотря на то что я ночью сегодня пошел решил надо было все таки с утра наверно идти я сейчас скорее всего пройду именно по по полигону но проблема заключается в том что на полигоне на полигоне очень много бесов невероятное количество бесов там бывает так что шансов пройти по туда очень мало единственный шанс когда там много народу обычно это бывает либо ночью либо более подходящие часы когда люди играют в эту игру когда сервер свободный вот когда люди здесь не находятся тогда бесов там просто тьма когда люди заходят естественно не этих бесов всех ломают достаточно эффективно но бесов там вообще неимоверное количество много просто вот по этой дороге также можно прийти еще для добывания в одном задании одного ресурса это ни одного даже двух то есть голова и ноги борово они находятся вот идет линия электропередача тут вот да вот и вот этот столб за этим следующий столб идет и вот возле этого второго столба как раз и находится 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 таки этот боров и его естественно ноги и голова а там на полигоне в ангарах еще существует еще один представитель которого нужно убить это быстрый бес то есть вам нужны будут руки быстрого беса и чтобы убить там в ангарах он есть он есть также в дк куда я так и не попал в одной из серий то есть пытался туда зайти но там было столько бесов здесь тоже есть огромное количество бесов и если мне сейчас удастся я вам примерно покажу где ойй ой 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 не вовремя как он тут залез на хорошо меня покоцал да еще 1 ё моё сколько же вас тут а здесь блин еще одна то ты что ты собака сколько ж вас тут а давай-ка используем аптечку вот здесь пауков тоже немерено и напряжено то что тут и вот за дорогой еще есть грибы дикие ядовитые грибы которые могут вас также покоцать так что не переходите на ту сторону до времени то есть до того времени как вы подойдете к полигону как раз проход будет на этот самый полигон сейчас посмотрим как и что из этого получится вот так давай зарядимся сразу если там я не слышу выстрелов значит там людей скорее всего нету и значит там бесов неимоверные по всей вероятности по полигону проходить пока не стоит то есть она сразу ощущается когда люди когда не стреляют на полигоне значит людей нету значит там полно бесов значит идти туда я бы вам не рекомендовал и сам наверное не пойду по той стороне по полигону я пойду скорее всего в обход этого полигона мне нужно добраться добраться я вспомнил где находится второй камень и второй курьер он находится как раз на болоте я буду сейчас пытаться туда проиграться мы даже не пытаться проберусь и туда точно вот этого курьера почему я вспомнил сейчас я вспомнил когда я видел очень многое количество верлок верлок потому что то время я помню как приходилось от них массово отстреливать их было просто там не стреляет кто-то на полигоне но мне кажется все равно там весов много сейчас кто-то идет 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 где он я слушал его дыхание дыхание бесса смерти подобно честно и идти подальше от забора потому что он чувствует довольно глубоко здесь и здесь бесов очень много так что пойдем пока пройдем по лесу там поднимемся наверх и выйдем на опушку к началу болота там как раз будет находиться костер где можно будет сохраниться и потом как-то попытаться пробраться до болотника потому что этот как раз этот курьер находится возле болотника ладно попробуем сейчас пробраться именно туда не подходя близко к забору чтобы нас без и не почуяли но тут вообще то есть еще и пауки и кроме пауков есть еще и кабаны довольно серьезно напряг и кроме к я опять это слышал кроме пауков и габанов есть еще один злой враг это аномалия то есть тут нужно держать пухово строя то явно вон он идет у меня увидел да дело в том что и тут как их тут много ты смотри я блин придется отлеживаться видимо я явно выбрал похоже не то время сейчас здесь довольно опасно ходить потому что здесь очень много этих пауков пауки не страшны страшно именно вот эти вот бесы пауков мы с одной с одного выстрела валим вот бесов с одного не завалишь не то что с одного из четырех не завалишь да пришлось мне обойти все таки в итоге опа чуть не кончил меня пришлось мне обойти полигон я хотел пройти по полигону именно не получилось ладно пойдем мимо но тем не менее этот полигон который сейчас я вам покажу может быть как бы рискованно это не было кабан там ах ты собака идут сюда нет все таки нам не стоит вам показывать этот полигон не сегодня если бы сейчас меня не выручил канарич на называть второй который был рядом с ним который выручил меня аптечкой вот мне бы тут лежать еще наверное неимоверно сколько времени по той причине что они еще вдвоем там завалили еще одного без а то есть тут по одному ходить вообще невозможно честно а я и не пойду наверное по самому болоту я обойду вокруг и мне нужно до точки сохранения дайте потому что у меня он шестикратный урон уже горит и я в общем-то нахожусь в таком состоянии что любое убийство меня станет для меня уже последним потому что отлеживаться уже просто больше не будет сил потому что держать будет наверное минус 5 или 10 придется вот следующий раз потому что шестикратный капля вот которая у меня изображена она именно дает очень много раз лежать много времени там еще верлоки идут это верлока же да там верли ока забывай все время как они называются на самом деле или это человек так давай-ка мы посмотрим да это верли ока так надо обойти все таки ее здесь проходить не стоит я вот он она блин падла падла будем считать что тех получасов которые я добирался с радиовышки до сюда не было и я добрался сюда буквально за пять минут считайте так а здесь я сейчас немножко постою а кстати кто-то его убил ту самую верлоку которая меня так жестко покалечила вот сейчас наша цель кстати по моему идти куда-то вот вот сюда вот куда-то по моему вот здесь вот где-то болотник находится именно вот тут вот сейчас нужно просто искать где-то его в середине зоны чтобы сохраниться здесь и уже потом как бы можно было вот тут вот где-то рядом найти верлок убивает да верлоки здесь ходят бродят кучами вот болота это самое то место для них любят они здесь обитать так вот серия несмотря на то что идет буквально пять минут еще я уже тут с полчаса нам добираюсь именно вот с радиовышки до сюда вроде бы путь то тут маленький а когда никого нету то есть беспризорный тот же тот же полигон полигон тут становится немножко опасно вообще бывать ладно попробуем сейчас вырваться с этого места ну так то тут верлок ну так то тут верлок нету обычно вот в этом месте то есть они ближе к болотнику и вот по краям как раз а здесь единственное что может это аномалия быть я забываю про аномалии значит надо все таки поаккуратнее с этими вещами раньше тут были собаки они больше всего напрягали сейчас собак здесь нету отсюда собак убрали а вот верлоки здесь иногда появляется кто там такой лежит просто просто наверно пенек вот ближе к болотнику начнут появляться верлоки вердиоки так что все таки рискованно здесь идти тем что попадаются аномалии страшно в принципе когда тут кто-то идет из людей которые хорошо экипированы можно проскочить в это время но сейчас я смотрю вообще никого нету по болоту естественно никто не ходит такое время суток видимо так вон там уже виднеется свет это это у нас болотник кстати кто-то идет из людей вот он недавно прошел здесь да значит здесь не должно быть никого так что нужно успевать пробегать скорее всего всех верлок он убил нужно просто искать эти моменты когда верлок нету все проскочил так сейчас моя цель дойти до болотника естественно кстати он бутылки по-моему или это не в этой истории было а вот точка сохранения новая здесь наш болотник болотник который продает различные снадобий лекарства вот давай поговорим с ним отшельник отшельник тимох кого там еще принесло есть тебе пара вопросов да неужели ты один здесь живешь да живу и не жалуюсь от вас сталкеров проходу не стал а как попасть сюда вот все тебе знать надо ну попал давно приплыл по реке ты совсем с головой не дружишь вон та баржа в трясине ей уже куча лет по мне похоже что я старый капитан дальнего плавания распиваю ромку курю сигары кричу а я и ях ой включи мозги ну мало ли теория класс но мимо кассы я сюда сам пришел заранее присмотрел себе это место уж больно баржа приметная натаскал припасов отстроился обжился не топчит если по делу так и скажи не по делу двигай отсюда на юг или на восток там люди приветливые по какому делу думал все уже знают столько у вас за неделю приходит а нет есть еще заблудшие путники тьфу короче мне нужно лечебные травмы для настоек ты глазами не хлопай и уши раскрой я тут делаю настойки свободное от обороны время но хороших растений поблизости почти осталось а далеко идти опасно я ведь укрепился не для того чтобы откинуться да насчет этих самых растений лучше всего их искать на тунгуске то есть там их полно вот я к сожалению вам не показал это но тем не менее там они есть поэтому готов доплачивать за чужой труд вы сталкеры должны уметь разбираться в травах и идешь на болото в леса в горы ищешь несешь мне если трава пригодная я плачу тебе деньги к слову если настойки интересует могу сменять но с тебя ингредиенты спирт как понимаешь редкие ингредиенты здесь в дефиците и еще патроны мне за работу мне патроны не помешают мутанты любят донимать особенно по ночам да и бандюк вроде тебя правильный правильный патроны всегда помогут фу что когда там еще кого там еще принесло это я что ты есть работа сталкер прохор обратился ко мне за помощью он вел туриста через лес но попал в аномалию сам уцелел а вот туристы изрядно помяла сейчас этот бедняга слег в каком-то недугом осмотр я уже провел будем лечить нужный горький корень чрезвычайно редко растение найдешь его на болоте в у-11 разумеется не все так просто сбору растений мешает пауки мутанты могу поспорить тот ботаник айболит разводит твари ради своих безумных экспериментов пауков нужно убить не меньше десятка чтобы там стало относительно безопасно хотя бы до завтра убить пауков собрать траву не вопрос я возьму это задание может когда-нибудь я его сделаю у нас с тобой сутки ага если протянешь дольше пациент отойдет в лучший мир да я значит не получил ладно ладно антират мне нужен самому не просите ладно давай еще поспрашиваем тебя что-нибудь у тебя есть лечебные настойки да у него есть рябиновка но для этого нужен аир пижма спирт медный купорос а нет это раствор марговца и патроны вкусниковка тоже довольно много ему аира нужно кукушник пижма ну я их много собирал здесь недалеко в общем-то возле рябинушки там их много и этого тоже да то есть больше ничего он мне предложить как такового не может так то есть он меняет только вот эту херню херня это все а кстати ты покупаешь вот это вот вот это вот кукушник а головы тоже нет а лапы ничего не покупаешь что ли жаль давай я тебе еще пару вопросов задам есть пара к тебе вопросов расскажи об этом месте я похож на турагента ступай в рябу или в Новиково или к ученым сейчас они должны быть уже на юго-восточной стороне вулкана наверняка им есть что рассказать что за ученые да я знаю что за ученые вулкан вулкан я тоже там бывал так а вот насчет да Инда Новикова я тоже там бывал все я там все видел всех знаю ладно пойдем искать того самого курьера с камешком как то я не знаю рискованно будет нет тут много народу я смотрю то есть наверняка следовательно мало здесь верлёк живых ну сейчас я вот по этой дороге нужно идти чтобы да главное правильно к нему подойти с той стороны блин напряжно это все все это напряжно вон человек идет ладно успеваем бегим 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 даже не один вдвоем так а вот этот вот парень с камнем который я забыл где находится он как раз по-моему лежит вон он да и здесь рискованно то что в принципе рискованно то что верлёк верлёки появляются здесь блин как же с какой стороны с головы по-моему заходить я не помню опять же не помню то ли с головы то ли с ног с головы я заходил к тому вот тут с пузо даже наверное не знаю как как к нему подойти блин подход только один к нему я это точно знаю это я точно усвоил я боюсь что сейчас меня несколько раз еще убьют до того как я соберу этот камень который у него есть так с ног явно нельзя к нему подойти да с головы с головы тоже не могу ну что ж ты как тебе подобраться то парень а ладно пока я тут мучаюсь блин хрен знает сколько времени пойдет ну наконец то я обнаружил как к нему подойти хорошо так верлёк лежит возьмем пригодится почему бы нет крыло так радиация что эй выходим отсюда радиация же меня плючит у меня кстати есть антирад так что сейчас не очень страшно мне надо главное добраться сейчас туда до места сохранения надо было конечно может быть идти в другую сторону но я думаю что пока можно и сюда так использовать давай спросим кальнуть ли кого-нибудь антирадом нет никому не надо я поменяю еще раз антирад не хотите не хотите не хотите как хотите вот а я принимаю я не зря тащил его с собой вот такое количество времени так сейчас мне надо пробраться вон туда втроём пойдем да тоже одиночки да похоже я если что им им помогу они мне я им или мы все втроём здесь и погибнем паша 032 но здесь то может быть и нету этих верлёк зато они есть вон там нахрен я их собираю мне надо проскакивать наверно что я так торможу то а тут их вон сколько поубивата проскочить надо это место если повезет без потерь пройдем и последнего до последнего сейчас дойдем а потом я думаю можно будет уже вернуться то есть камня то есть вы помните наверное я встречал его в лесу там в любиче этого парня сейчас я пойду именно туда чуть-чуть разработчики бы если бы приложили усилия для того чтобы во время переходов локации игра бы не вылетала гораздо больше было бы сэкономлено нервов у людей но одновременно с этим я сейчас зато попробую новую игру для монтажа игру новую программу для монтажа видео и то есть как раз одно другому не мешает и будет в тему сейчас как раз мы идем собирать третий камень сейчас в любиче здесь я вот боюсь что в обратном пути когда я пойду обратно к этому следователю может оказаться так что я опять вылечу из этой игры и напрягает немножко это немножко действительно но это бета-тест тем не менее все таки не не было раньше такой проблемы сейчас сначала проблема появилась в переходе между вокзалом и лесом любичей а сейчас уже и здесь появилась эта проблема между переходом везувием и любичем леса то есть вылетает игра первые то разы я тут заходил недавно то есть ничего не вылетало сейчас опять начало все как говорится вылетать ладно идем вперед идем вперед не будем останавливаться наша задача предельно простая ясна дойти до еще одного курьера собрать камни и вернуться к следователю для того чтобы закончить это задание довольно продолжительное длинное задание так тут кабан на кабанов лишь бы не нарваться так может оказаться что кабанчики может могут быть опасны для меня даже да не хочется терять антиродин то есть у меня еще есть где то он тут где он падла вон он бля хамуха прошел нет идет 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 блять да что ж такое попал попал еще один ё-моё тот надеюсь меня не зацепит лишь бы не увидел меня да не хочу я с ними сталкиваться блин сейчас патроны я просто тратить не хочу патроны сейчас потому что мне еще целый путь назад туда к следователю к следователю а здесь еще следовательно долгая дорога надо наверное тут к ученым к лаборатории подойти кстати одну из серий я думаю я посвящу именно лаборатории то есть я побываю в самой лаборатории то есть там нужно выполнить для одного из профессоров квест вот я этот квест сделаю специально целую серию посвящу этому ну потому что довольно сложно это муторно там выполнять долго долго нужно несколько бляков убить несколько пауков убить нет ну бляков не обязательно конечно но когда вы будете их убивать языки бляков вам понадобится если вы помните живодеров дал такое задание одно так вы убили молодой паук да я боюсь что я не успею это сделать на самом деле да я и не стремлюсь сделать это задание как бы оно будет провалено ладно его надо выполнять не в это время не сейчас кстати тут у меня еще одно задание было мне нужно было проверить лес кое какой лес 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 так вот это задание уберем нафиг оно нужно все равно я не успею его сделать в отведенное время я не буду стремиться какой то так лес 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 а вот лесу лесной шум да мертвый лес нужно посетить ладно я не пойду сейчас можно было конечно сходить но я что то не собираюсь этого делать кабаны лежат кабаны лежат а я с перегрузом я думаю доберусь все равно до ученых и там продам хрюкает кто то нет показалось продам ученым эти головы эти ноги выручу побольше денег чем в других других в любых других местах вот поднимаемся в горку я думаю что сначала надо сохраниться сохраниться именно вот у ученых а потом идти собирать третий камень последний возвращаться уже к следователю ой в горку тяжело идти я думаю вот этот проход мой сейчас именно до ученых будет будет самым легким что можно сейчас осуществить давно я здесь не бывал и вы слышите как птички тут поют напоминаю что скоро скоро лето и у нас зима подходит к концу да птички птички лес все хорошо сейчас просто нужно сохраниться там будет я вот эти локации боюсь больше всего потому что потому что здесь неадекватных людей больше гораздо больше неадекватных людей именно на ранней стадии люди которые давно уже играют более адекватные вернее они более как бы терпимые становятся после того как побывая здесь нужно явно явно нужно терпение психовать лишний раз просто бессмысленно так сейчас я дойду до лагеря ученых я продать брать не буду мне он не нужен ни к чему зачем я мог купить обычный прибор там ну вообще-то у меня денег не было в принципе у меня где-то есть там один прибор я себе купил он 19 тысяч по-моему стоит да у меня тогда не было таких больших денег так гурману нужно принести голову а где кстати она она у меня осталась там ладно ничего страшного показывает товар деньги есть так продадим тебе все что только возможно по максимуму а крыло он не берет что ли все ему крыло не надо нахрен вот так вот а где я его продам ну обычно я продавал вещи которые нельзя нигде продать я их продавал на болоте так кусок кабана хм кусок кабани шкура ладно пускай будет голова нога пять тысяч ну вот начинает опять появляться денежки немножко есть хорошо а он что не берет если вернулся в лапу почему да не берет и крыло не берет хорошо не берешь как хочешь вот лабораторию я как-нибудь специально серию устрою для этого а теперь пойдем собирать третий камень третий камень у нас находится там жаль здесь нету хранилища тоже а то бы можно было поместить я вот боюсь что может оказаться так что я потеряю свой антиродин а ну тут не страшно антиродин можно купить хотя он и дороговатый но вместо того чтобы стоять тут часами и ждать когда радиация выветрится можно купить пускай дороговато но тем не менее зато не будешь несколько часов стоять и ждать когда не будет в тебе этой самой радиации так ну вот примерно я где-то тут нахожусь в том самом месте в которое мне нужно попасть и вот собрав вот этот третий камень можно будет уже сразу же возвращаться к следователю да не самое простое задание это я вам скажу тем более если вы не знаете где находятся все эти три человека все эти три курьера выполнить задание становится проблематично тем более сейчас здесь вот как раз так подожди а куда по-моему я рано вышел да вот там где-то во втором месте то есть возле второго курьера были верлоки здесь попроще здесь кабаны кабаны но все равно все равно кабаны бьют больно если ты без экипировки а у меня экипировки нету товарищ жиглов да уж жиглов так а там кто надеюсь они будут не опасно сейчас эти ребята ничего не принес не причинят мне вреда я очень на это надеюсь вот вот он третий курьер также заходим к нему с живота с живота кстати да с ноги или с ноги по моему да вот чем больше я играю тем больше тормозит игра с того времени как я первый раз играл ну добавляются разные задания разные новые способности разные новые вещи но нужно как-то оптимизировать все равно игру наверное ладно не будем ни на кого наговаривать игра в принципе неплохая мне она нравится несмотря на то что порой просто это выбивает из колеи то что бывает здесь вот нашел 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 как раз я на нем сейчас стоял где вот где-то тут я видел его блин как же только что я видел так отлично нашел третий камень все сейчас радиацию срочно убавляем и мне в принципе уже не нужно будет антирад сейчас больше уже долгое время до тех пор пока я в какую-нибудь радиацию не влечу вот медленно медленно убавляется давай еще третью используем да не очень быстро все хорошо все хорошо возвращаемся сейчас да можно и не возвращаться в принципе я собрал все три камня и теперь можно возвращаться не сюда куда я хотел в смысле к ученым а идти туда на радиовышку где меня ждет именно выполненное мною задание вот осталась самая малость я конечно же не пройду мимо аномалии сейчас потому что ну вдруг какой-нибудь артефактик здесь заваляшися есть похоже никого нету ничего тут нет ни черта не видать ни одной ни одного артефакта ну бывают тут артефакты мне сейчас нету ладно возвращаемся назад надеюсь на этот раз меня не выбросит из зоны ну на это надеяться конечно уже не стоит ладно что то я последнее время кто это был это что такое было это что такое было так что он хотел то а он видимо нет у меня нету он видимо артефакт артефакт нашел нет у меня м за да к сожалению м за было бы конечно кстати ну доставай так вручную я и так доставал иногда приходится полежать сколько-то минут но зато ты доставай руками доставай я так написал да не совсем по русски что я могу сделать если у меня нету м за руками да руками нет там за доставай артефакт руками пусть потратишь чуть-чуть минут несколько зато ты будешь с артефактом и естественно в результате с деньгами смотря какой конечно он хочет чтоб я ему в личную в личку писал да я в общий чат пишу я не люблю писать в личку тем более условия такие ну вернее можно написать в личку но лишняя трата лишняя трата времени так вот я могу сказать возвращаемся возвращаемся туда на радиовышку уже по привычке как бы когда-то это было первый раз когда-то это была тяжелая долгая дорога до радиовышки не с первого раза я до нее доходил далеко то есть я первые разы когда играл я проходил через ученых там на везувии через болото просто было идти невозможно ну в принципе я прошел сегодня через болото лишь по одной причине что много было народу было много народу и всех верлиоков убили вот о чем я и говорю что когда идешь допустим на тот же полигон когда там есть люди бесы там долго не задерживаются то есть их быстро расстреливают и там довольно интересно место такое может быть когда-нибудь я вам его продемонстрирую кто не видел кто видел тот знает вот что там можно насобирать и патроны я имею ввиду в ангарах там патроны и разные довольно хорошие вещи то есть там не самое барахло лежит я имею ввиду в ангарах где есть бесы и медведь бегает так я как-то бесстрашно тут бегу как бы тут обычно все таки есть аномалия кто-то бегает и не собирает даже нисколько ни головы ни опять перегруз может быть не стоило все таки с перегрузом делать я думаю что я не пойду по ух ты сколько тут лежит не пойду а может до рябинушки добраться да мне не собрать столько верлок ой кабанов там вон верлока лежит я просто увидел что верлока лежит и вдруг про нее начал говорить сразу же и даже не одна да я смотрю ой 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 нарвался я сам сам нарвался есть убил 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 страшная штука верлёк так ладно пока перебора нет у меня перевеса и не пойду я до рябинушки али ахмеду дарить эти ноги выполнять задания потом как-нибудь сейчас у меня цель другая мне нужно следователю принести три камушка радиоактивные три радиоактивные камушка задание не самое легкое попытаемся его сделать в одну серию если не получится сделаем две серии вот как сейчас пройдем интересно просто интересно вылечу я на этот раз или нет хочется верить что я не вылечу сейчас что я останусь в игре так я почти дошел я пошел немножко не там тут радиации много далеко я прошел надо было идти вон там радиация 40 кушает меня тоже она любит это делать еще пока нет еще пока не агрессивно у меня так ну что ж уходим в другую локацию опять попробуем ну что ж вроде бы вроде бы сейчас не вынесло меня на этот раз но я думаю что я пойду все-таки не по прямым путям по той причине что там вообще-то там люди ходят можно было бы наверное пройти нет вон там их много верлок смотрите сколько там верлок верлиок нет отсюда не видно там их просто тьма если вам хочется выполнить задание довольно быстро где нужно убить много верлок это вот вороньему лесу там есть задание такое и вы хорошо экипированы то вот здесь вот самое то место кто играл в эту игру тот знает ладно пойдем в обход я прямо не пойду все таки не хочу я пойду через речку через реку пройду и там по полю пройду в общем то более безопасном месте думаю нужно будет проскочить все таки не хочу я слишком сильно рисковать до перешли в другую локацию действительно вот вот это вот не нравится очень сильно то что неужели до сих пор не могут они ничего не придумать в принципе мне кажется несложным должно быть хотя кто его на может действительно это для них оказывается не очень легкой задачей реабилитировать игру чтобы она так вот не вылетала во время переходов с одной локации на другую как это бывает любите не везде оптимизировано есть места более благополучно ну у меня уже по привычке так получается что когда я только начинаю играть вот фпс так сильно падать что записывать вообще просто невозможно когда разбегаешься игре видимо она прокачиваться пока ну от оптимизации тоже зависит очень много вот там вон верлека стоит ждет меня я вот боюсь что как бы она ко мне не пришла да можно принципе отсюда ее попробовать снять я боюсь что не попаду на не попадаю ладно будем тогда надеяться что я ее так убью если я подойду к ней очень близко может она меня не просекет не хочу я с ней связываться тоже они довольно опасные эти ребята и на аномалии тоже не хочется попадать а тут можно попасть пока все хорошо пока проблем пока проблем нету идем туда вперед а вот она аномалия именно это и напрягает проходим здесь без проблем да ладно не стоило тебя бояться так сильно наверное берли ока он еще две я тоже не пойду все таки но я нахожусь них недалеко и они могут засечь меня издалека да так что по болоту здесь ходить не очень безопасно если вы не экипирован еще раз говорю если вы экипированы то допустим броня шис у вас тогда вам очень ничего не страшно нету артефактов болин заметила нет нет стоит мимо пройдем может а ей занесло меня в аномалию болин ладно вроде выбрался но тут ходить небезопасно рядом вообще хожу просто рискованно это ну я больше боюсь вот этих вот самых верлёк видимо из-за них болин я так и шарах но опять с другой стороны если на них попадешь можешь оказаться еще более страшно пролежать можешь еще дольше так там кто человек или как глубоко он под водой смотрим кто это непонятно кто это был фултергейст так но здесь уже не так опасно опасны только люди осталось небольшой участок пути преодолеть то есть пройти поле ну чуть побольше чем просто поле сейчас дойдем до края люби ножки и там дальше уже проблем не останется никаких так здесь можно сохраниться сейчас мне исчез исчез человек аномальная зона просто решил выйти видимо на этом на этой точке сохранения так я помню как я тут попадал такую ситуацию что как раз пришло время когда группировки был пеппере передел передел ответственности передел хозяина был был я попал вот как раз эту раздачу сейчас надеюсь я под нее не попаду так ну подождем немножко с перегрузом у меня большой перегруз нет да у меня достаточно большой перегруз и все таки смысла нету сейчас что-то выбрасывать пойдем с перегрузом дальше ничего ничего страшного ничего не поделаешь сейчас самое опасное это аномалии аномалии если у меня нет заденут значит все будет хорошо так 16 часов сейчас я буду бояться все время наверное этого этой отметки но я попадал периодически в разные места вот такие условия что передел собственности шел как раз в то время то есть не именно здесь это бывает это может оказаться где угодно вы можете где угодно подлететь попасть на Рябинушка КСТ Рябинушка ладно дошли до его края в Рябинушку мы не пойдем естественно я пойду вот сюда вот через речку точка сохранения так у меня много всякого хабара его можно будет продать сейчас если я что-то с собой дотащу до того места так давай определим куда мне идти так примерно вот сюда первый первый шаг вот сюда второй шаг так а вот здесь меня ждет уже следователь хорошо пошли не оттягивая в долгий ящик не откладывая здесь вот да вон там тоже человек под водой гуляет плавать нельзя но хотя бы походить можно да под водой вот Санька трезвый а я тоже не пьян вот ну вода не сильно меня задевает ну может быть потому что у меня уровень уже повысился я в харкорном состоянии до сих до сих пор продолжаю играть в том смысле что я вообще почти без экипировки так ничего себе и не купил но у меня денег нет я в принципе на это дело не заморачивался не занимался поиском артефактов благодаря которым я могу мог бы разбогатеть достаточно быстро ну придет время может быть я и разбогатею сейчас я в ролик харкорщика поступаю почти без одежды можно сказать нахожусь немножко вроде бы рваные там вещи разные таскаю на себе так здесь вот здесь вот больше всего грибов растений различных то есть насобирать можно кроме я имею ввиду кроме как он называется кроме тунгуски на тунгуски там можно насобирать гораздо больше всего вот здесь такая поляна что большая что здесь можно что-то найти туда идти не советую там много леших лешие 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 тоже их убить порой проблематично становится когда их несколько сразу нападает я смотрю кто-то тут видимо проходил недавно потому что кабанов я не вижу и не вижу пауков кстати где пауки все пауки куда-то пропали и кабаны видимо а вон кабаны есть ой пауки есть кабанов только нету то есть здесь кто-то недавно проходил что ли получается нет кабан идет сюда он меня надеюсь не заденет опа вовремя среагировал так тут довольно сложно обходить да давай смотрим куда мы идем еще довольно далеко мне идти то до туда до моего места еще какая-то аномалия где она сбоку вон они эти гады вонючие вонючие эти лешие толпами бродят надо просто обходить их стороной кто-то ай-яй-яй чуть не попало как много тут а я смотрю этих не хочу я попал не хочу я на не в не к лешему не хочу не хочу не я мое опять опять меня немножко покоцало что ж такое то как обходить то может с другой стороны попробовать обойти ага там тоже да давай с другой стороны попробуем обойти вот здесь вот здесь пауки самое страшное существа пауков я как-то не боюсь только просто опасаюсь видишь их бояться нечего их убиваются они убивают вот куку куст куку кукушника то есть я говорю что тут довольно много их всех о смотри там еще этих леших я же вам говорил что тут леших целая куча целая куча и сразу на когда они попадают на тебя нападают на тебя целой кучей довольно сложно от них отбиваться вот ладно давайте пройдем посюда ближе кабан так перегруза не будет да перегруз ну ладно давай одну голову выбросим выбросим голову чтобы у меня было куда как идти и напряг напрягаться собирать я буду то есть не буду напрягаться чтобы за спиной вдруг кто-то не оказался кто-то там там есть еще грибочки давай пособираем немножко головач в принципе они мне ни к чему да ну да ладно возьмем я иду в квадрат в какой же квадрат я иду b4 g4 d4 e4 то есть сейчас почти параллельно нужно идти туда лишь бы на аномалию тоже опять же не нарваться ни на какую но пока без проблем я иду единственно что у меня перегруз большой я немножко замерз и как бы промокли ноги все проблем с тем что у меня меня кто-то я был при смерти уже нету нету сейчас таких проблем я иду безопасно тут довольно издалека вот надо кабанов мочить и не подпускай их слишком близко я думаю что это будет правильной тактикой где-то тут слышно слышу я где-то аномалия шуршит недалеко отлично так не надо так рисковать-то я что-то как-то опрометчиво бегу надо все-таки с боязью с боязностью идти вот она была аномалия кстати я сейчас наверное не буду собирать артефакты даже не буду пытаться найти их ну и если появится артефакт я с удовольствием его по мере возможности соберу голыми руками ну что ж голыми руками тоже можно собирать их кабан отлично хорошее все-таки у меня ружбайка но на 4 патрона к сожалению на 5 на 8 патронов у меня пока нет денег таких покупать которая находится в рябиношке я до сих пор помню что там есть это ружбайка за 195 косарей по вот уфина будут деньги куплю вот армейский рюкзак за деньги не купить потому что его надо заслужить то есть выполнить какой-то квест или там допустим опять пауки появились насобирать определенное количество артефактов он кстати по моему продается в лагере бандитов куда я в одной из серий не смог так попасть мне в спину какой-то черт выстрел убил меня вот я так до нее не добрался в принципе мне не к чему было туда идти но тем не менее все равно можно было туда дойти но опять с другой стороны иногда оттуда просто не выбраться потому что люди не выпускают то есть устраивают там такие бои что по несколько часов можно просто не выйти оттуда вот я дошел до дороги дошел до дороги сейчас думаю что кабан давай-ка не будем искушать судьбу издалека его раз я приметил значит его и бить надо издалека не ждать когда он подойдет вплотную и вдруг меня убьет так ну примерно все хорошо получается у нас было проблемное время вот когда я шел в ту сторону все таки напряжно мне было немножко а в обратную сторону сейчас когда я иду уже к этому следователю уже никаких проблем никаких напрягов нет так сейчас самое главное не попасть под аномалию если попаду под животное отлежусь ничего страшного а вот потом под аномалию конечно можно попасть так что не выбраться из нее все ладно все хорошо мы вышли на дорогу и теперь осталось буквально буквально два квадратика пройти чтобы завершить этот квест и следовательно завершить сегодняшнюю серию которая у нас получилось как бы опа что там шел голова да голова ну голова мне не нужна не буду я собирать голову у меня места нету если бы артефакт тогда бы да тогда бы я без без вопросов бы собрал его выкинул бы еще какую голову кстати насчет артефакта который я собрал когда я был в центре зоны он у меня буквально в следующий раз при следующем заходе он у меня исчез видимо у него времени было очень мало и поэтому как бы я его не смог не смог им не успел воспользоваться не смел не успел их продать его вот стабилизатор тот так но тем не менее опять же тем не менее все что не происходит происходит как я вижу к лучшему вот полигон я не прошел по полигону зато будет повод снять специально серию чтобы я был там побывал там на этом полигоне чтобы я в принципе хотел уже завершать тем что в общем то я большую часть вам мест здешних уже показал во всех местах уже побывал ну за исключением может быть пещеры паука на лаборатории вот еще на полигон я думаю я схожу какую-нибудь серию одной серии ну может быть найдем еще что-нибудь интересное вспомним я имею ввиду где я еще здесь не бывал в общем то так то я по-моему за эти серии что играю уже побывал практически везде где только только можно было вот я достаточно быстро это все прошел до этого момента то есть тогда когда я играл не на съемку а так самостоятельно я проходил это больше года все эти места вот смотрите какой яркий яркий свет это что такое за свет это солнышко что да это солнышко так встает интересно или садится наоборот наоборот нам садится сейчас наверное вечер уже ближе к закату вот все наша серия похоже сегодня завершится без каких-то эксцессор достаточно быстро все все получилось нормально как бы с единственной проблемой которую я думаю со временем разработчики решат я имею ввиду переход между локациями когда человек вылетает просто из игры и приходится ждать несколько минут чтобы войти вернуться туда причем приходится выходить полностью я имею ввиду что когда вас выбрасывает вы пытаетесь сразу же войти то есть не выходя полностью из игры появляется черный экран и экран загрузки и грузится так долго что просто ждешь 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 а толку итога никакого нету а потом просто выключаешь игру и заново заходишь только тогда все получается вот ну в общем то сегодня все у нас получилось все получилось как нельзя лучше все замечательно сейчас подойдем сдадим камни охраннику он меня отправит наверное кладовщику ну и следовательно следователь следовательно курьеры мертвы вот эти камни были у них о черт убери их разве ты сам не понял никак это не камни это артефакты зоны причем дурные с плохими эффектами убери их и никому не показывай а лучше выкинь я не могу их выкинуть а ну да ладно слушай раз ты так влип тебе нужно обратиться к ботаникам только без палева смирнов может помочь они ведь обогнули везувий наперекор военным даже если захотят тебя сдать случится это не скоро это его экспедиция отправилась на поиски редких артефактов сминов специалист в таких делах он поможет тебе сначала отдай вещи крученого не могу для тебя есть еще одно задание кто-то должен сжечь тела курьеров охренеть эти парни работали на нас не хочется их там бросать на съедение мутантом и на потеху мародерам был уговор прости но больше мне никто не поможет да и зачем тебе эти вещи ты видимо сам долго не протянешь спасибо я с тобой даже разговаривать не должен условие такое избавься от артефактов сожги тела потом если будет все еще живой отдам тебе вещи крученого вот ты падла а скотина какой что ж еще раз придется проходить все это заново все эти три места где лежат эти тела ну а сегодня я думаю серия подходит концу а вы подписывайтесь ставьте лайки конечно же все только начинается и я здесь еще по брожу всего доброго пока